Epic Loudspeakers Battle Edifier R2700 vs Edifier R1900TV Вновь батл, дорогие мои! В прошлый раз люди сочли мои комментарии полезными, поэтому расскажу, что могу и в этот раз. Картинки я буду постить, какие под руку попались, поэтому не обращайте внимания. Сравним две модели, принадлежащие одному поколению активных колонок. С импульсными блоками питания, усилителями класса D, раздельным усилением для каждого динамика с фильтрацией процессором, с подготовкой оптимальной полосы частот для облегчения им жизни, поэтому в гораздо более чистом звучании, чем с примитивными кроссоверами, как в обычной мультимедиа продукции. На первый взгляд модели отличаются размером. 1900-я поменьше раза в полтора, калибром басовика, а это, как мы знаем, имеет значение, число полос в 2703, а в 1900-е только две. Наличие в 2700 цифровых входов, что значительно расширяет возможности выбора источника сигнала и стоимость. Я так полагаю в пользу 1900-й, хотя в ценах не силен, сори. Итак, просматривается беззаговорочная победа 2700. Кстати, это одна из немногих моделей, которую я хвалил в обзоре. Кроме того, для себя любимого я бы предпочел басовик побольше. Для справки, у меня дома САП 15 дюймов. Не 5.25, как в 1900-е, не 6.5, как в 2700, а 15 честных прошных 800-ваттных дюймов. Как в любой песне, это апогей, апофеоз, клаймакс по-английски. Считай, что вагон достиг вершины американских горок. Так толкнем же его вниз. С высоты моих 15 дюймов, что 6.5, что 5.25. Суть одно и то же, то бишь мелочь. Алюминиевый басовик 1900-й, по мнению многих аудиофилов, поинтереснее бумажного, с чем я кстати не согласен, но речь сейчас не обо мне. Число разделов полос, чем больше, тем больше компромиссных зон совместного звучания разных динамиков. И фазовых искажений, как следствие. То есть две полосы в некотором смысле, а точнее в аудиофильском смысле. Лучше, чем три полосы. Размер имеет значение для многих пользователей активных колонок. И место для 2700 найдет меньше людей, чем для 1900-й. Ну и добьем окончательно. А громкости? Например, на 1 кГц 1900 развивает 36 Вт, а 2700 сколько? Только 16. Тогда я в курсе, что мощность это не громкость. Но алюминиевое крыло 1900 имеет чувствительность не хуже панчевые трехполоски. Такие дела. В общем, сами-сами как-нибудь решите, что лучше. Послушайте мой микс, напишите свое мнение об услышанном. На основании его и решу продолжать разлагольствование дальше или заняться чем-то другим. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА